Первая в этом году пресс-конференция губернатора Николая Любимова началась с вопроса о выводах из страшной трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня». О первых результатах проверок пожарной безопасности в рязанских торговых центрах будет известно к середине апреля. Проверяться будут все. Достаточно жесткая информация МЧС и проверяющие организации будут направлены в суды, в прокуратуру, которые принимались решениями, которые необходимы в данном случае. Мы, конечно, большинство владельцев, эксплуатантов наших этих торговых центров и других объектов, они должны будут в первую очередь исправлять данные нарушения. Еще одна громкая проблема этих дней – свалки. Журналисты спросили главу региона, готов ли он гарантировать, что в Рязанской области не построят полигоны для приема отходов из Московской области. Жители Рыбновского района выразили опасение, что их постигнет судьба Волоколамска, где расположен полигон и где недавно отравились дети. Сейчас у нас никаких несоглашений, ни договоренностей, ни умственных, ни письменных нет по поводу приема в Московской или подмосковной области. Абсолютно. Есть, конечно, у нас полигоны, которые принадлежат частным организациям или лицам, но они тоже должны это согласовать, поскольку у них определенный объем мусора, который рассчитан на Рязанскую область и на их, соответственно, жителей, которые рядом живут. Поэтому, если такие факты наступят, и эту ситуацию мы стараемся контролировать, и Роспотребнадзор работает, и в нашем Министерстве природы пользования, то эти факты, наверное, конечно, пересекать сразу же на знаке переговора. Еще одна проблема касается большинства регионов страны – дефицит врачей скорой помощи. Только в областном центре не хватает на сегодняшний день около 200 фельдшеров и врачей. Медики уезжают работать в Московскую область. Там зарплаты выше в два раза. Вообще, вопрос о комплектовании и врачами, и фельдшерами, они, конечно, на нашем, скажем так, на нашем переднем крае внимания находятся. Для этого мы, в первую очередь, конечно, обучаем профильно из 60 интернов, которые мы отучили по целевому набору, 57 устроилась на работу в прошлом году в Рязанской области. Будем тоже политику продолжать, потому что целевой набор предполагает как минимум три года отработки здесь, в Рязанской области. Если мы платим бюджетные деньги, человек должен три года отработать. Дальнейшие, конечно, условия для его проживания комфортные тоже зависят от нас, но не всегда у них одинаково успешно можно будет. Будем продолжать эту работу, конечно, продеваться нам. Должно хватать врачей, потому что у нас есть медицинское университет. От федеральных проблем к региональным. Ни одна из пресс-конференций еще не обходилась без вопроса об обманутых дольщиках. Жилищные комплексы «Виктория», «Дядьково», «Аэробус» и долгострой на улице Садово необходимо сдать до конца года. Контроль за ходом строительства, по словам Николая Любимова, ведется практически ежедневно. Волнуют жители областного центра и реконструкция площади Ленина. Уже известно, проект привлечет средства из областного и городского бюджетов, а также деньги инвесторов. Сам процесс обновления начнут уже в этом году. Выиграют от него пешеходы. Это должна быть, в первую очередь, пешеходная зона. И это соответствует всем трендам мировым. Это, на самом деле, из-за того, что пешеходов много больше, чем он владеет. Конечно, какие-то компромиссные решения возможны, поскольку должен быть подъезд к торговому. Где-то очень невозможно полностью ввести время и какие-то решения по боку. Но, на самом деле, в основном, это должна быть пешеходная зона. А вот проблему городских дорог смогут решить только к 2024 году. Сам Николай Любимов признался, что только один раз пользовался личным автомобилем в Рязани. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».